ребят всем привет я надеюсь что сегодня у нас с вами будет достаточно хороший интернет по крайней мере пока ничего не предвещает беды сеть нестабильная попробуем точно так же ребят давайте пишите вопросы и я конечно же попозже на них отвечу сегодня у меня нет никакой темы вот я могу сказать что я наверное так погрузилась в другие процессы в процессы изучая тела и как бы это ни было может быть не очень кому-то нравится да такие темы но тем не менее они существуют 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 темы разной проводимости наверное бы так сказала разной проводимости тел не только человеческих но я не не касаюсь тел животных но у нас есть еще помимо помимо людей до которых мы которым мы большинство являемся у нас еще есть и другие в нашей плотности и это очень про них много рассказывают в мистике сказках но как ни странно их вынесли наверное за границы сказочных персонажей только лишь для того чтобы они были бы чтобы они были вроде бы как бы наяву но мы на них чтобы не обращали внимание вроде бы они есть но это сказочные персонажи и когда я начала в это углубляться и на сегодняшний день это настолько все обосновано научными трудами и настолько это все понятно и наверное я теперь знаю что на следующем ретрите про что про что мы углубимся потому что зная как у нас фунциклирует тело мы больше познаем эту плотность мы больше познаем то чем мы можем являться в том числе здесь конечно немаловажно это дает мне большего большее понимание в том числе и для марафона про на фит это в первую очередь да потому что на марафоне про на фит мы будем с вами говорить о мышцах восприятие других плотностей других миров нашего мира как происходит через наше физическое тело это абсолютно такая информация которую вы можете проверить мне верить не нужно ребят еще раз повторюсь да это как раз та информация которую вы можете проверить на себе без любых сложностей то есть вы можете прослушав какую-то так скажем лекцию да вы можете это применить на себе вы можете понять откуда у вас есть вот тот либо иной затык затор почему вы по каким-то причинам не можете пройти вперед и это конечно же о многом расскажет о вас самих вот но и конечно же после новогодних праздников да не всем посчастливилось быть в кругу единомышленников вот у нас у многих есть семьи и эти семьи привет и эти семьи у нас образовывались годами и не не все наши родственники виновны в том что мы переходим многие из вас переходит на другой образ жизни и кого-то большинства проходили новый новый год застолье вот у меня достаточно много сообщений опять такого рода что давайте сделаем марафон как выйти на сухие дни не получается по каким-то причинам не пускают голова тела на миллион всего что что вы думаете что в вашем мире происходит и именно поэтому я решила сделать еще такой марафон девяти дневный он будет до 9 дней по моему 9 дней он будет где мы с вами будем выходить на сухие дни но это не просто на сухие дни это не просто то то что там комплексно мы выходим на сухие дни и ух через силу воли там погнали ребят нет вы знаете что я не люблю силу воли я знаю что мне мне важно для меня лично важно чтобы я понимала что происходит с организмом и когда я понимаю что происходит с организмом мне проще заходить в какие-то новые свои состояния и наверное кто смотрит меня вы большинство похоже на меня либо я на вас неважно и что будет на этих девяти днях то есть я сначала думала их сделать перед про на фитом но у нас пока не собирается достаточно народу поэтому сделаем это после про на фитом что будет на этих днях конечно же это будет подготовительные дни я буду рассказывать как лучше подготовиться как лучше подготовиться выйти на сухие дни то есть подготовка она как правило всех проходит достаточно ровно достаточно спокойно и вы на первый день выходите в компании очень легко но после второго третьего дня появляются различная симптоматика это различная симптоматика она обуславливается раздражительностью она обуславливается что ой ну вот завтра у нас там какое-то мероприятие вот на нем я еще покушу а потом я дальше продолжим да вот либо слабости либо раздражение начинается ацидоз то есть начинается запах изо рта от тела и мы с вами будем вот на этих днях когда мы заходим уже на сухие дни мы будем с вами проговаривать что происходит с телом как как себе облегчить какие-то состояния и это действительно на определенном этапе очень важно то есть какие-то самые простые моменты которых вы может быть слышали которые вы может быть даже знаете но не применяете потому что там либо забыли либо не обратили на это внимание то есть даже такие моменты как например после второго сухого дня на ночь когда спите одевать тепленькие носочки с теплой солью и соль будет вытягивать эти токсины еще и из ног у нас очень многие замечают что на сухих днях бывает что от ног запах это выходят токсины в том числе через ноги и вот этот вот такой вот маленький лайфа лайфа не знаю ребят так стара что я не совсем понимаю эти моменты в общем вы поняли вот такие вот маленькие небольшие штучки которые могут облегчить состояние то есть вплоть до убрать рвотные рефлексы когда у нас печень начинает бунтовать да как это сделать какие массажи сделать что у нас происходит почему у нас идет то либо иная реакция что мы не воспринимаем себе что наши внутренние органы дали такую такую реакцию такой ответ на это но и конечно же не все готовы идти на 7 дней у вас эти записи как я уже говорила останутся вот и вы можете например в этот раз зайти на 2 сухих дня потом в следующий раз там на 3-4 и вот так вот уже варьировать как вам будет удобно но и конечно один немаловажный факт когда выходят сухих дней начинается вот это вот отечность просто тело начинает заплывать как сделать что было у нас максимально хорошо я буду рассказывать еще почему это происходит с нашим организмом и когда вы будете понимать почему так происходит то вы уже будете искать те моменты что сделать с вашим телом чтобы этого не было то есть я основное какое-то конечно же скажу а вы уже будете подстраиваться под себя чтобы вы максимально чтобы ваш мозг потом ваш ум потом не начал говорить мы не пойдем на сухие дни ты посмотри после сухих дней как как у нас восстанавливается тяжело тело вот и чтобы этого не было конечно же мы будем это все обсуждать вот но еще ребят 20 27 по моему 27 числа это суббота если если это не 27 поправьте меня сочинцы либо из каких-то близлежащих населенных пунктов мы чуть позже дадим анонс будет живая встреча вот и я хочу пригласить трех человек на эту встречу абсолютно безоплатно вот если кто-то хочет если кто-то готов пишите мне в личку почему это должны быть именно вы почему я должна именно вас пригласить на эту встречу безоплатно и три человека три счастливчика они будут на этой встрече на котором мы с огромным удовольствием пообщаемся с вами вот давайте почитаю вопросы добрый вечер привет слон привет наташечка привет светлана как можно исправить хрупкость пористость костей для меня это актуально благодарю за ответ хрупкость пористость костей смотрите ребят у нас возрастом да я уже говорила что у нас возрастом оттягивается кожа да вот и это как бы это не совсем кожа это утончается кость и нам нужно в том числе и кость разрабатывать то есть как бы туда кровоток запускать потому что все массажи которые мы делаем они как правило касаются только мышц кожи вот тонуса кожи но мы не дорабатываем не дорабатываем до кости и на марафоне про на фит я пригласила девочку она нам даст лекцию это специалист по векторному массажу она нам как раз расскажет про про кость про как правильно делать вот эти вот домашние самомассажики чтобы наша косточка она немножечко уплотнялась чтобы она не была такой пористой здравия так светлана добрый вечер это правда что если душа древняя значит сюда она пришла сознательно для того чтобы помочь людям ребят уберите это помога торства вы можете помочь только самому себе только через себя вы можете сделать этот мир лучше и если вы пришли вновь сюда то вы пришли за новым уроком который вы еще не прошли но новый урок вы получаете через чувствование ощущение себя опыляясь через других но никому вы помочь не можете только себе и через вас точно также опыляется любой другой уберите эту важность важность помога торства что я вот пришел всем помочь вы пришли показать своим примером что вы можете вы пришли показать своим примером в первую очередь для самого себя потому что вы есть все каждый есть частичка вас точно так же как вы есть частичка всего доброго почему очень чешутся ноги а когда чешешь то не можешь почесать получается чешешь без конца благодарю то есть вы имеете ввиду что чешутся это как будто внутри до бывает такое что вот например ухо чешется и ты его начинаешь чесать она как будто там внутри вот вы про это имеете ввиду могу сказать что это отчасти грибы отчасти паразиты и у нас очень много паразитов в костях ребят не в желудке который мы можем прочистить и у меня меня питание быстрее всего очищается жкт от паразитов от грибов на сформируется новая микрофлора но кости это самое последнее что вычищается я вам уже рассказывала что когда я переходила на другой образ жизни давайте так назову да то через определенное количество времени у меня кости просто выкручивала так что я каталась просто по полу это была жуткая боль она ничем ее невозможно было убрать это это вот именно когда кости а ты там сделать ничего не может их не можешь помассажировать ты не можешь их контрастным душем что-то сделать чтобы до костей это дошло и и вот эти вот состояния как бы это я сейчас понимаю что можно как можно было туда кровоток запустить но тогда у меня не было этих знаний тогда даже не понимала что это вообще вычищается кровь вот то есть там вычищается кость то есть кость если вы посмотрите вообще микроскопе она пористая и вот между вот этими вот как бы вот в этих в этом пространстве у нас не жидкость которая наша да давайте я так назову я не знаю как она правильно называется она просто забита зашла кова на и вот в этих вот зашла ковках вот в этом вот в этой грязно те живут другие и когда вы начинаете находиться например там на сухих днях жидкость уходит и остается вот 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 в этих вот клеточках это касается не только кости это касается всего межклеточного пространства жидкость уходят и остается такая сушенка найти когда вот сопли есть сопли то вы сморгать а потом начинаете выковыривать вот эти вот козявки да проще И вот эта вот сушенка, и тот, кто её ест, ему недостаточно, и он начинает как бы, ну, грубо говоря, там ползать, и вот это вот состояние болезненное, чесоточное, оно становится просто невыносимое. И если вы обратили внимание, то вот вспомните старые фильмы, особенно про войну, да, когда там, например, раненого с поля уносят, вот, и он там говорит, там, сестра, дай попить, дай попить, там, вот все эти фильмы помнят, но никто, мало кто, вернее, обращал на это внимание. И он говорит, тебе нельзя пить. И почему нельзя? Это же сейчас, тогда на фильм перенесли, может быть, не понимая этого, может быть, давая людям наоборот понять, чтобы у них это где-то отложилось. Потому что любая инфекция, любая, она у нас развивается на жидкости. Уберите жидкость, и засохнет всё. Уберите из цветка жидкость, и она засохнет. Засохнет до той степени, пока цветок не начнет самостоятельно вырабатывать эту жидкость из пространства. Понаблюдайте за своими цветами, вы можете это просто делать за любыми цветами. Если вы резко уберете жидкость с цветка, он засохнет, потом польете, он начнет оживать. Уберете, засохнет. А если вы постепенно будете убирать эту жидкость, то вы увидите, то есть у меня есть такой экспериментальный цветок, да, так называемый. Он не сразу же стал экспериментальным, это я уже просто потом это поняла. И я очень люблю цветы, я очень люблю зелень. Но я настолько безалаберная в этом, я постоянно забываю их поливать. Постоянно. И вот этот цветок, он у меня без сухой землей, и он у меня сейчас цветет. То есть он, видимо, смирился с такой хозяйкой. Вот, и он берет прям вот это вот жидкость. То есть у нас сейчас дожди, и ему, видимо, этих дождей настолько хватает, что он начал цвести. Хотя это просто обычный цветок, который не предполагает, а не кактус. Светлана, рада вас видеть. Подскажите, пожалуйста, почему могут возникать болевые ощущения в районе Тимуса на сухих днях? Ребят, ну по разным причинам. Но в районе Тимуса это же... Смотрите, мы будем разбирать на Пронофите. Я постараюсь разобрать максимум того, что у нас вообще в принципе есть. И тут же не только, вот я вам сейчас скажу, это же целый лекс, почему вы не принимаете, почему болезненно, почему болевые ощущения. Что вы... Откуда у вас этот страх? Причем страх юности, я бы, наверное, так сказала. Что у вас произошло в юности такого, что у вас это, когда вы переходите на новый этап, уходите от привычного состояния, что-то все время у вас возникает, все время это вылезает наружу. Что было в вашей жизни, в непривычном на тот момент для вас состоянии, что-то вы поменяли, и что-то произошло. Это может быть, знаете, во временном сегменте где-то месяц-два. То есть вы можете, например, что-то поменять в своей жизни, и месяца через месяц, через два, какое-то произошло событие, которое повлияло на вас, и оно у вас все время сейчас, как только вы начинаете менять свой образ жизни, оно все время у вас вылазит. Повспоминайте, что у вас было. Ладошки сохнут после приема пищи. Но ладошки сохнут после приема пищи. Я не могу ответить на этот вопрос. Нужно понимать, после приема пищи это после сухих днях или после каждого приема пищи. Есть ли у вас соль, есть ли у вас сахар. Сахар однозначно нужно убирать. Если сохнут ладошки, либо чешутся, бывают ладошки и подошва, сахар точно убирать вплоть до меда, ребят. Мед – это сахароза и глюкоза два в одном. Да, если вы переходите на какое-то питание, то лучше на первое время заменить его на мед. Но если вы уже достаточно длительно на каком-то питании, то мед тоже нужно убирать, оставьте только сахар, который есть в фруктах. Светлана, а если даже на сухих все равно мучает отрыжка и в центре на ладони слегка темные пятна и сухость периодически, что можно с этим сделать? Отчего такое обычно происходит? Ну вообще отрыжка очень хорошо помогает вакуум. Или знаете, вакуум или лягушка, они немножечко разные. Но еще есть в йоге такие упражнения, если вы напомните, если вы на пранафите, мы эти упражнения сделаем, я просто могу забыть. Есть такие упражнения, где человек максимально прорабатывает брюшную часть. Очень многие стесняются этих упражнений, и при них начинают выходить газы. То есть человек начинает пукать прямо вот в этих позах. Стараются их избежать, потому что на групповых занятиях это не всем прилично. На домашних занятиях это же тоже нужно показать где-то по видео. И в общем есть такие моменты, что это упражнение вообще его убрали куда-то далеко. А по факту оно очень-очень полезное. И отрыжка это что? Это те же самые газы, но смотрите, у нас есть газы разные. Есть газы желудочные. Есть газы, когда у нас поджелудочная загнута. И эти газы. Есть газы, когда у нас плохо отходит желчь. И когда она начинает либо застревать, и проходят такие как бым-бым-бым, вот эти вот пузырики. Вот. И получается там, когда она отходит, застывается масло, если ее не прочистили, не промяли, да. Вот эти вот как шарики, как называют, как шарики воздуха как бы заходят в ЖКТ. И они же не могут переработаться. И они вот с этой вот кислотой, поднимаясь вверх, дают вот эту вот отрыжку. Ого, благодарю. Ладно, большое спасибо. Да, ребятки, давайте еще вопросы. Спасибо. Спасибо. Сегодня по вопросам пробежимся. Сделаем скоро. Наверное, уже в Топлинке есть. Сочинский ретрит все-таки решили сделать. Расчистили там. Расчистили время. И поэтому еще будет до Алтая, у нас еще будет сочинский ретрит. Вот. Сочинский ретрит, естественно, будет, как и все сейчас мы сделаем, с продолжением. Продолжение будет на Красной Поляне. Но если кто-то не хочет на ретрит, а хочет только на поляну, то можно и так взять. Если кто-то хочет только на ретрит, но не хочет на Красную Поляну, так тоже возможно. Ребят, можно все, что вам хочется. Да, еще у меня был такой вопрос. Где я беру литературу, изучая какие-то определенные моменты, которых нет в общем доступе, так назовем. Я вам могу сказать, и, наверное, не одна я, когда вы выходите на другой образ жизни, давайте я, наверное, так назову, то к вам начинают притягиваться по различным моментам другие люди. Другие люди, где-то профессора, они все равно где-то смотрят, кто-то им, видимо, передает. Ну, в общем, на вас начинают выходить люди, которым вы даете свою грань знаний, а они вам дают свою грань знаний. И это действительно очень интересно, потому что некоторые моменты нигде не освещаются, потому что это нельзя. И есть группы людей, которые, например, по каким-то причинам либо абсолютно не выходят на социум, потому что это непозволительно им по роду их профессии, так назовем. Либо это те люди, за которыми не угодны в этом мире, но в силу своей увлеченности процессом, потому что это действительно очень интересно, они продолжают свои исследования. И с такими людьми достаточно интересно, потому что у них действительно у некоторых есть целая лаборатория, где просто такой взрыв мозга, когда они начинают говорить, когда ты слышишь сказку, да, а они эту сказку показывают досконально простым языком, как это, и ты понимаешь, что это все не сказка. И все, что... И, наверное, ну, процентов 70 того, что нам преподносится, как какая-то мистика, это можно простым, простым, простым абсолютно, хотя и научным языком это все показать и рассказать. И это действительно здорово, потому что я могу, ребят, сказать, что на сегодняшний день мы живем в таком неведении, мы столько моментов от себя откидываем, думая, что это не существует. Но когда мы это узнаем, когда мы это познаем, настолько интересно становится то, как мы существуем, из чего мы сделаны и что мы можем, это действительно другие ощущения. У человека действительно 12 спиралей в ДНК, смотря на каком витке. У нас есть несколько витков, и каждый виток, он разный. Вот, ребятки, я бы, наверное, сегодня бы закончила. У меня еще будет встреча небольшая. Пишите, пожалуйста, вопросы под видео. Я все вопросы читаю. В чатах я тоже все вопросы читаю. И присоединяйтесь уже скоро к живой встрече. Присоединяйтесь к марафонам, присоединяйтесь к ретритам. Я с огромным удовольствием вам, с вами поделюсь теми знаниями, которые есть во мне. А про сказочных существ, про которых ты в начале эфира говорила, расскажи, пожалуйста, Наташечка. Я не могу это рассказать на прямом эфире, потому что канал нас заблокирует. У нас и за меньшее блокировали, это уже не первый наш канал. И я знаю, сколько уходит сил, чтобы доказать либо разблокировать какую-то соцсеть. Именно поэтому у нас их много, чтобы мы не потерялись, потому что мы научены горьким опытом. У нас очень много предупреждений. И поэтому я на прямых эфирах, когда мне пишут, что уж его не рассказали. Я, ребят, многого не могу рассказать в прямых эфирах. Именно поэтому я провожу ретриты, на которых я рассказываю то, что я познала. А в прямых эфирах нет такой возможности. Я бы с удовольствием вам это рассказала, правда. Это не из-за жадности. Это не из-за состояния срубить денег. Это по другим причинам. Чем больше я нахожусь, чем больше меня выпускают вообще в соцсети, тем больше людей начинают узнавать вообще хотя бы о каких-то начальных моментах. Это здорово. Кто хочет идти дальше, тот идёт дальше. Но уже больше информации я не могу дать здесь, потому что есть везде свои требования. Спасибо, ребят. Спасибо огромное за сердечки. Я вас всех обняла. И до вторника. А сочинцы пишите. Я с огромным удовольствием. Три места за вами. Всё. Обняла.